ребят короче ну хрен его с чего начать тут есть подарок от патрона подарок от постоянного зрителя и мои покупки за рубежа где очень много мобильных нефтяков как я говорил как я вам обещал здесь короче у нас европа европа италия и америка а еще из с мешочка успел кое-что заказать чертова лето чертова жара я весь мокрый несмотря на то что в комнате кондиционер на 16 градусов стоит мне все равно жарко я я не знаю я короче забрал последние коробки из того что приехал тут огромная гора она даже не помещается в кадр фокусировка давай в общем вот такая гора сейчас ребят будем все это распаковывать там еще надо что-то сказать что я там приветствую вас такой-то такой-то распаковки что это там вторая на какая ребят кому не пофиг что я буду говорить вы хотите увидеть что пришло в этих ящиках в этом картоне я хочу увидеть в конце концов потому что начинать будем самый большой по объему коробки сегодняшней подборки это подгон подарок от патрона канала паши якимова посылка приехала из питера я понятия не имею что внутри паша сказал что за это как-то связано с игровой серии файнал фэнтези но что внутри я не знаю просто сказал открывать аккуратно эта штука у меня месяц даже наверное если больше если не больше простояла в квартире в общем терпел я долго ребят ничего не скрывал кроме одной единственной посылочки это только потому что там нужно было достать вещь которая пошла в итоге на обмен итог этого обмена я вам естественно тоже покажу он оказался одним из самых приятнейших за последний месяц но до этого мы еще дойдем и так что же прислал павел скажем так я думал что эта коробка большая такая такая большая только под для того чтобы ну в целости сохранности доставить что-то одно ну чтобы а тут тут целая фазен да плантация всего что только можно и походу ребят у меня в коллекции теперь будут игры для платформ которые я даже не планировал начать собирать твою мать паша ты сумасшедший ты слушаешь я даже не знаю чтобы вам было интереснее в каком порядке это все начать доставать поэтому давайте аккуратненько просто будем потихонечку скрывать эту коробку мы наверное будем обмусоливать сегодня очень долго распаковка наверное выйдет на целый час по монтажа если не больше потому что ну прошлый раз мы там совсем чуть-чуть ничего посмотрели у меня вышло на 40 минут ваша паша говорил мне что нужно скрывать очень аккуратно потому потому что там что то есть очень редкое на территории рф но тут не только серии файнал фэнтези тут еще что то есть ну что в данном случае это герои 3 меч и магия клинок армагеддона издание от бука силдовый на пк обожаю обожаю нас несмотря на то что ребят очень люблю эту игру на пк у меня ее до сих пор в лицензии не было я даже как-то не думал ее приобретать и вот нежданно негаданно она у меня теперь есть но дождитесь дождитесь сейчас чтобы увидеть то что дальше в коробке офигеть я буду я также освободил две полочки камеру пока что не приобрел там страдаю с вебкой но вы видите ребят все кустарным образом опять меня тут будет бомжатник ребят да тут походу что то есть на фами ком или даже супер фами ком как соли которых у меня даже нет то есть просто это будут во первых первенцы на моей полке во вторых просто сокровища просто сокровища паша говорил что у него много дублей пооставалось не знал куда девать и ну предложил прислать мне я естественно я я такой конечно здравствуйте добро пожаловать присылайте вот координаты с удовольствием и сделаем на распаковочке дополнительный эпизод так 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 ребят 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 но тут вот можете начать кусаться потому что в этой тематике я вообще не шарю ребят что это это final fantasy 3 я так понимаю это на на фами ком картон в идеальнейшем состоянии он почти даже новым чуть ли не пахнет вот такая вот коробочка вот такие восхитительные арты японка оформления мануал глянцевая бумажечка снаружи внутри внутри тоже глянец рисунки картинки персонажи описание холдер вкладыши и слоновой кости цвета сам картридж 3 финалка паша я в шоке я в шоке паш я бы в жизни никогда себе из финалки ну ничего не приобрел тем более на фами ком я на от этой консоли настолько далек но еще при книгу пристраститься не успел вообще не разбираюсь что там к когда чуть делал когда выходила в каких комплектах просто это это нереально красивая вещь ребят я понятия не имею сколько это все стоит насколько редкий этот экжемпляр или не очень редкий но это это выглядит просто великолепно паш ты ты мой герой сегодня обалдеть и это только это только первая консольная игра сейчас я аккуратно все сложу не хочу торопиться я ни разу не держал не то что фами комовский оригинальный картридж в руках полный комплект ни разу не держал и в таком великолепнейшем состоянии паш ну у меня нет слов у меня нет слов и это только первая вещь из огромной коробки что ты тут насколько она весит килограмма внутри может быть сидеть едем дальше лезем дальше насколько аккуратно все упаковано паша ты прям с любовью заворачивал каждый экземпляр final fantasy 2 обалдеть обалдеть так картон чуть-чуть пожелтее но на его состоянии я имею ввиду физической целостности это никак не отразилось все такое же целое также картридж но тут уже с розовиночкой немножко тоже такая как слоновая кость с розовиночкой великолепнейший арт тонюсенькая платочка ребят вот смотрите я просто помню в детстве когда были dendy что там были толстые платы а тут все такое тонюсенько но почти как банковская карта я знаете что и ребят я в шаге от такого эмоционального порога порога чтобы всю оставшуюся коробку открыть молча цветной мануальчик цветной мануальчик ребят цветной обалдет пахнет прошло вековой печатью и чуть-чуть пылью обалдеть вот это красота опять же я не знаю полнокомплект не полнокомплект но хочется верить что полный комплект иначе иначе я все равно буду рад как не в себя паш ты просто вынуждаешь меня обзавестись фами комом теперь как-нибудь все ребят я сейчас начну нести фигню полнейшую не слушайте не пытайтесь вникать в логическую связку слов этой мысли которую я пытаюсь столкнуть сейчас будет идти полный бред я просто в шоке от того что я распаковывают того что человек ну просто из благодарности решил подарить а это я так понимаю первая часть final фэнтези но на wonder swan color у меня wonder swan тоже ни одного нет ваша вся твоя коробка короче это провокация к приобретению определенных игровых платформ так что у нас тут тоже мануальчик цветной на японском это я обязательно потом отдельно сяду все рассматривать тоже такой холдер как фами комов ских картриджах wonder swan сам руках не держал никакой ни разу картриджи к нему тем более то есть вот есть вот такой к колдер для сама картриджа и сам картридж выглядит вот так ребят не знаю поближе сейчас фокус давай сегодня ты просто вынужден вести себя хорошо вот так вот это выглядит в общем обалдеть обалдеть какая красота все естественно японского региона в самом лучшем мать его оформление которое только может быть на планете земля что да что за что браться я понятия не имею ладно давайте вижу картридж будем открывать картридж и это и это картридж тоже на еще одну консоль который у меня в коллекции нет это это файнал фэнтези мистик квест для snes американского региона я так понимаю офигеть они огромные на американку на snes просто ребят чтобы вы понимали вот картридж на genesis вот на snes и обалдеть смотрите тут короче ну здесь два сантиметра точно если не больше тут сантиметра полтора и в весе разница просто огромная картридж сам гораздо уже чем тот genesis тот же genesis обалдеть я вообще не знаю что это за спину в такой мистик квест это вообще джерпидж или я пони паш при всем уважении вот ты прожженный чувак да в теме файл фэнтези но я вообще они ничего не знаю максимум я вот смотрел истории серии от стоп гейма от даура и все и почему я хочу понюхать каждую вещь которую из коробки достаю это какое-то странное нездоровое желание но он крепенький все целенькое все велик какой классный форм-фактор паша ты ты в максимально положительном значении слова если такое вообще можно сказать и придумать и меня сегодня кошмаришь просто на распаковке я не ожидал что будет внутри столько добра это игрушка на геймбой advance final fantasy тактикс ребят тоже в картонном боксе тоже японского региона ну самого advance у меня нету но хотя бы на nintendo ds я смогу попробовать у меня есть nintendo ds lite я наконец-то запомнил как она правильно называется потому что получилось ее а и пахнет картриджем вот такой вот картридж форм-фактор gameboy advance не такой уж и неизвестный для отечественного зрителя на ю тубе так что не думаю что для вас тут будет что-то особенное ну и манувальчик естественно тоже все цветное и красивое бал деть полегче полегче паша что ты делаешь со мной ой 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 я уча смотрю на все это оставшиеся в коробке тут еще дохерища всякого разного тут только под то что прислал паша нужно отдельную такую колонну для стеллажа покупать кошмар кошмар я феерически довольны создание сейчас сижу это ж это ж это что такое это же десочек тоже на портатив очку ну не десочек тоже картридж на портатив очку я не знаю увидели вы уже по цвету или нет владельцы этой консоли которая идет речь уже дам дым давно поняли что я буду доставать то ё-моё я распаковал всего лишь пять игр а передо мной уже свалка пакетов валяется это на ps виту final фэнтези x и x2 вот за эту игру я что-то то знаю когда-то свое время пробовал ее на playstation 2 вроде неплохо вроде прикольно так тут какой-то ключ не знаю активированный или нет и картридж паша что ты делаешь у меня небольшая подборочка игр есть на ps виту тоже патрон канала ч великолепный ник александр дарил пловечка до сих пор лежит веточка прохожу периодически на нем джек и декстер ну по чуть-чуть потому что я не знаю по какой причине вторая часть в открытом мире очень сильно полагивает но мне эта игра все равно настолько нравится что на видите периодически там по уровню по два прохожу так что спасибо вам ребят большое саж тебе завиду до сих пор бескрайне благодарен а вот эта штука гордо пополнит подборочку игр которая игр 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 которую мне прислал александр паш спасибо вот это вообще какая-то маленькая дозировка игрового экспирианса я ее наверное буду сейчас как осмотрим ложить немножко в другую сторону чтобы случайно не затерять на другую полочку положу а то полки черным на сливается это final fantasy 3 японочка тоже для nintendo ds ребят картридж прекрасно это я воткнуть опробовать послушать пощупать смогу да хорош нюхать картриджи игорь нюхать будешь за кадром это я еще знаете это я на камеру как-то еще сдерживаю себя эмоционально не знаю почему вот как-то не знаю может воспитание такое в общем если бы сейчас камеры не было я бы сидел тут и визжал наверное скрулил и все просто такой final fantasy the four heroes of light опять же на нинтендо ds понятия ребят не имею каким образом это относится к основной серии я вижу тут по скриншотам вроде как 3d графончик судя по кейсу я так понимаю это американский регион потому что я себе тоже кое-что в посылках взял на нинтендо ds американского региона и они боксы отличаются от европейского того же например с прошлой распаковки если вы помните орки эльфы внутри так также мануальчик ну доставать пока не буду отдельно все потом рассмотрю иначе если мы каждую бумажку будем вертеть мы здесь часов на 6 и картридж и картридж обалденно обалденно вот такой вот аккуратный картридж ах камера и в бачка логите ковская не стоишь ты своих денежек очень слабая ваша за сколько ты времени ты по насобирал все эти дубли я вот сейчас понимаю сижу что блин это очень жесткий очень серьезный очень такой сильный и обдуманный достаточно подгон потому что но ты это все мог сбагрить с выгоды для себя дан для расширя для расширения своей полки а ты прислал эту коробку мне нет слов просто нет слов final fantasy crystal chronicles ring of faith опять же к своему стыду ребят понятия не имею что это за игра вообще ни разу даже не слышал о таких отступлениях от основной серии точно так же мануальчик цветной также дополнительный мишура от нинтендо и картридж с игрушечкой обалдеть оно даже сбоку офигенно выглядит так давайте тут отдельная короче должна быть распаковка тут распаковка распаковка только на пашину коробку у меня к концу наверно будет голова вот так пульсировать я не буду знать что сказать про те вещи которые я купил для контента так final fantasy 4 для nintendo ds европейского региона и так понимать до европейского и еще даже она на русском языке все мануальчик руководство руководство на русском я кстати еще ни разу не видел но в руках лично не держал экземпляры локализованные для российского потребителя отечественного вот такая вот штука офигительно четверку я ни разу не проходил запускал ремейк на андроиде по моему она точно так же выглядит визуально практически как она дески если не хуже да все-таки на родной консоли аутентичнее гораздо играть есть небольшая царапка на обложке но это не страшно это мелочи будем пробовать как-нибудь в командировочку в какую-нибудь поездочку с собой десочку возьмем и будем пробовать спасибо спасибо продолжаем ребят все пошли опять вещи для консолей которых у меня пока еще нет ай-яй-яй как я люблю вот эти вот провокации теперь у тебя есть игра для которой нужно купить консоль файнал фэнтези 25 годовщина за атриум за атриум файнал фэнтези для нинтендо 3ds ребят вообще с 3d ски не ничего не знаю этой консоли у меня нет с библиотекой практически незнаком там пару тайтлов только слышал в руках ни разу не держал картриджи не держал так тут какой-то ключик имеется не знаю активированный или нет мануальчик цветной картридж форм-фактор походу такой же как у nintendo ds и вот чем мне нравится отверстие в кейсе через которых видно персонажей которые напечатаны на обороте обложки вон видите прикольно прикольно очень интересный подход очень креативно на самом деле этакий ростер персонажей за файнал фэнтези я буду плакать это очень прекрасно это очень приятно page что что дальше вау что-то силдовое и портативное обалдеть файнал фэнтези фэйбл с чокоба тейлз на нинтендо ds ребят все лда для американского региона я так понимаю полностью запаковано ну естественно открывать не буду опять же я вот после распаковки этой коробки я буду сидеть еще и гуглить чтобы смотреть что это вообще привезли что это такое чтобы иметь хоть какое-то представление об этих играх как-то ну распланировать в дальнейшем чтобы их попробовать поиграть ну что ну такие подарки нельзя оставлять без личного внимания без личного пользования теста паш паша 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 сумасшедший файл фэнтези кристалл хроникал с и косов тайм на нинтендо ds тут еще шрифт я не сразу могу вкурить как читаются какие буквы в незнакомых не шрифтах тоже что-то от какой-то ответвление от основной серии мануальчик есть все также цветное картридж на месте блин классные боксы фух дальше файнал фэнтези эксплоурер с нинтендо 3ds я думаю не стоит говорить да что вообще понятия не имею что это есть чем это едят точно также мануальчик цветной такая же перфорация так понимаю на всех боксах это перфорация сделаны какие-то игры используют как-то креативно эти технические отверстия в теки и в кейсе какие-то нет 3ds все все вот у меня есть полочка вот там стоит совсем немного дисков штук семь на иксбокс и два или три диска на нинтендо v это все что у меня есть на нинтендо после этой распаковки после этой паша твоей посылки вот этот весь отсек он будет забит твоими ништяками то есть в кадре в следующих видосах можно будет контролировать насколько это все в сохранности хранится и какие классные экземпляры приезжают на самом деле серии игр файнал фэнтези с точки зрения эстетики офигительно оформлено в японском варианте вы неоднократно наверно слышали об этом от других блогеров и я тут ничего нового к сожалению сказать не могу японцы в принципе офигительно оформляют все свои игры все свои издания но случай с файнал фэнтези это одна из немногих игровых серий где вот имеется уникальный художественный подход вкус стиль я не знаю и ну она выбивается из общей канвы других японских игр это сразу отличительно тот же самый мгс например ну думаю поняли что я сказал у меня сейчас вообще просто кисель так пошли пошли дисочки ребят пошли дисочки ой-ой-ой-ой так давай аккуратно открывать друг тоже какая-то сил да есть этот дисочек файнал фэнтези 5 для 1 playstation получаешь определенную дозу удовольствия от веса самого кейса цветной мануальчик великолепный арт с персонажами на обложке и сам дисочек немножко почуханный но не страшно я не думаю что это повлияет как-то на работу запустить насладиться можно будет жаль пройти не получится полность полностью ввиду японского языка ну ничего на полке все равно хранить такой кристалл как final фэнтези всегда приятно офигительный цвет вот на камеру он как синий больше в реальности смотришь он как больше фиолетовый как будто очень красиво а как скромно началась посылочка до герои и потом понеслось так final фэнтези какая какая первая так понимаю final фэнтези да скорее всего первая в финал очка для 1 playstation тоже японский регион также мануальчик спин диск практически в идеальнейшем состоянии и вот такой вот здоровский арт какого-то демона ж наверно до сюжетного final фэнтези 2 1 playstation тоже японский регион ну мануал доставать не буду розовый цвет офигенное нанесение классное состояние диска клёвый арт вообще выглядит изумительно японская рисовка особенно вот в ретро играх восьмидесятых девяностых это это сплошная услада для глаз пошли толстые кейсы обожаю эти толстые кейсы еще со времен когда будучи пока боярином в 2005 году покупал лицензии на пока такие как там принцип персия 2 3 часть были в таких боксах фейбл на 4 сиди 2 в таком боксе и вот на playstation тоже лишь с приходом лицензии на моей полке такие боксы стали появляться так это final fantasy 7 культовая final fantasy 7 которую я к своему стыду не проходил ни в каком виде я не играл в оригинал я его даже ни разу нигде ни на чем не запускал я не играл в ремейк не вижу смысла этого делать начинается с ремейка потому что ну чтобы кайфануть от ремейка я считаю что нужно быть знакомым изначально с оригиналом немножко лопнут кейс но это не страшно не фатально это просто скромная косметика так написано три диска культовая седьмая часть ой 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 перфект презент перфект я бы сказал обалденно файнал фэнтези 7 диск 1 файнал фэнтези 7 диск 3 все в идеале просто есть немножко пыльки но не страшно в идеальнейшем состоянии просто зеркало 3 диска мануал мануал ну конечно же цветной я еще не встречал ни одной японской игры на 1 playstation по крайней мере чтобы в комплекте был не цветной мануал по крайней мере в европейских изданиях не такой попадалось что на краске что ли экономили непонятно я вопрос этот не изучал могу не знать если что подсказывайте в комментариях ребят файнал фэнтези 7 файнал фэнтези 7 файл фэнтези 7 файл фэнтези 7 еще одна дубль в идеальнейшем состоянии все просто а книжечка должна быть вот здесь в первом разделе а в том кейсе она была во втором поэтому было так туго закрыть я понял надо будет переложить идеально идеально как будто только диск напечатали вообще только с завода пришел даже дубли даже дубли вот в таком виде офигительно приятно получать спасибо большое я представляю с какой какой ответственностью каким серьезным подходом ты сидел и упаковывал каждый экземпляр это сколько времени у тебя ушло просто чтобы элементарно эту посылку собрать аккуратно упаковать collector's package final фэнтези антологи great is hits я так понимаю это американское издание на 1 playstation 2 диска написано до шурудилась потому что выпало из держателя но ничего страшного диск в идеальнейшем состоянии никак это на него не повлияло здесь вот такой фото фото арт не знаю фото скрин как это правильно называется ребят короче картиночка на внутренней стороне final фэнтези антологи антологи final фэнтези 5 что на них что что а тут final фэнтези 6 на втором диске тоже в идеальнейшем состоянии тут видимо какой-то злодей нас изображен понятия не имею кто какой мануала нет ну да черт с ним не страшно лицензия можно можно играть на английском тем более даже нужно в данном случае а не можно я тут кое-что себе заспойлерил прикрою чтобы сейчас меня не отвлекала потому что походу походу одно из то из тех вещей одна из тех вещей которые я уже озвучил походу ждет меня здесь короче ваша у меня уже эмоции к этому моменту все выключены я просто на 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 шоке смотрю ознакомлюсь что там осталось коробки final фэнтези 9 японское издание по 3 вот девятую финалку я играл до конца не проходил на девятка мне очень нравится изюм изюм посмотреть эти какие чудесные арты на дисках ну тут есть чуть-чуть сарапинок но не страшные меленькие такие как все плотно туго насаживается на держатель мне очень импонирует такой в качественный расчет подход ну к печатанию бокса для диска очень приятно когда все плотно везде уверенно держится не выпадает не то что вот на этих более бюджетных американских кейсах тоже все хорошо 4 диска мануальчик нет но не страшно вообще ни секунды в эту сторону не думаю офигительная игра культовая великолепная тем более в которую сам играл сам распробовал нажать что не прошел как-нибудь обязательно нужно это исправить а пока что просто на пол спасибо большое спасибо просто просто космос просто код да божечки мой божь то что творится файнал фэнтези 8 японский регион ай хорошее состояние ай 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 великолепие великолепие с мануальчиком этот экземпляр с мануалом супер отлично я короче сегодня полночи наверное не буду спать я все-таки планирую как-то дотянуться хотя бы до прошлой распаковки все это отфотографировать более-менее как-то нормально в залить все в инстаграм чтобы вы все поближе посмотрели нормально потому что то что я вот с этой с непутевым автофокусом сижу тут снимаю это все куром на смех тут в этом видео я больше с вами делюсь своими эмоциями ребята тем более я считаю что такой материал можно и даже нужно выпускать промежутках когда вы ждете основной контент тем более что распаковки у нас на канале дело будет нечастое ввиду определенных обстоятельств о которых возможно как-нибудь попозже я скажу ну рано или поздно я должен буду вам это сказать потому что это скажется на положение на канале но пока что файнал фэнтези 9 имеющая английскую локализацию я так понимаю фантал файнал фэнтези 9 да то есть мне не надо будет накатывать пиратку у меня на вид на полке теперь японка и американка ребят и не важно вообще что это great hits три стал камсбек тут даже между дисками проложена пупырка до хорошее состояние дисочек такой больше похож на платиновое издание ну наверно потому что great hits тут некоторые странички загнуты вроде как специально производителем очень интересную мануальчик и сзади арт в классической такой стилистике я не знаю кстати как это стиль называется ребята кто шарит серии скажите пожалуйста как характеризуется такая рисовка ой 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 паша паша что ты делаешь паша что ты делаешь со мной тут тоже пупырёша дисочек 3 все в великолепнейшем состоянии обалдеть ну и конечно же великолепные картинки с внутренней стороны что для меня очень необычно для изданий ну подобный там или платиновый или great hits наверное ввиду того что я не покупаю их в основном у меня их не было до этого момента и для меня это непривычно для ребят которые ну на постоянной основе всем этим занимаются искупают это обычное рядовое дело это что за красота такая офигеть какая тяжелая final fantasy collection ребят это плотный картонный рукав три диска написано вот так вот она со всех сторон выглядит что внутри вот такой вот рукав plane мануал так издание японская все на японском языке арты схемы скриншоты и вот такой вот тут еще рукавчик из трех дисков вот такая вот кристальная энергия так понимаю тематическая ну как подобает серии открываем вот так тут какая-то надпись чей-то автограф наверное или понятия не имею я не японец файнал фэнтези 4 вау ты куда дорогуша полетела выпало да по дороге какой изумительный арт на диске сейчас ребят я вам покажу это это произведение искусства такое надо в квартире на стену вешать если арт на диске на четверку более-менее скромный то второй диск и третий диск с пятеркой и шестеркой это просто великолепие камера так сильно не передает тут очень насыщенная картинка великолепнейшего качества печать вообще на самом крутом дорогом принтере на планете созданном когда-либо видимо было сделано изумительно вот так вот эта штука выглядит тут прям настоящий насыщенный черный цвет я не зря ждал весь этот месяц что коробка простояла столько я понятия даже не имел даже не мог себе представить что внутри будет столько всего крутого это еще не все ребят это очень записывается уже 50 минут я до сих пор распаковываю только первую посылку паша ты что ты терроризируешь кухню моего канала таким образом это дисочек для нинтендо в файнал фэнтези кристалл хрониклс кристалл бирос походу японский релиз дисочек макулатура все как положено еще один дисочек для и я вон их отсюда видно всего два пока что это принц персии и батальон ворс 2 батальон ворс на озоне купил по скидончику там по-моему за 300 рублей что ли третий дисочек на ви но ви я планирую расширить я там присмотрел себе 34 диска таких очень классных обзоров на эти игры в ру сегменте почти нет а если есть то они мне очень не нравится так что очень хочется туда добраться обалдеть обалдеть так 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 что теперь что еще осталось совсем чуть-чуть ребята осталось три вещи в этой коробке но тут признаюсь удивил пашут признаюсь удивил давайте мы тогда этой вещью закроем коробочку чтобы было так символично с чего начали темы закончим если кто-то уже я вообще наверное уже кто-то даже забыл с чего началась распаковка этой посылки потому что мы столько всего связано с серией final fantasy playstation 3 final fantasy 13 2 не знаю насколько эта игра хороша вроде как очень сильно ругает по сюжетке но визуально стилистически она мне вроде как нравится в любом случае экземпляр не лишний консоль у меня это к сожалению нет мне до этого никита басманов тоже на 3 playstation подарил все имеющиеся игры из серии god of war то есть все волью мы там с переизданием гостов спарта и chains of олимпус волью мы с классикой со второй playstation 3 там и все прочее ник спасибо большое с тебя началась моя коллекция дисков на playstation 3 и вот сегодня благодаря павлу эта коллекция ну не коллекция подборочка игр до коллекции это сложно называть все-таки очень мало дополнится еще и вот таким вот переливающимся на обложке экземпляром final fantasy 13 для 3 playstation очень приятно очень приятно обалдеть одной посылкой уже вообще весь отсек забит это final fantasy 15 судя по боксу для 4 playstation четверочку мне конечно есть основная игровая консоль на данный момент в отличном состоянии дисочек я не знаю ребят это наверное какое-то специальное издание потому что ну нет какой такой для активации на русском языке сезонный абонемент я не знаю как оформлялись обычные здания 15 финалку не покупал тут множество автографов наверное людей которые над игрой работали от команды разработчиков final fantasy да в общем плюс пятнашку я ни разу не играл я ее не покупал тут двухсторонние а это двухсторонняя обложка да да классическое издание я понял так вот вот это у нас получается более привычный вид final fantasy 15 издание первого дня без всяких вот этих не для продажи отдельно и всяких ненужных надпись хотя финалка по моему в банках не шла до с playstation всегда продавалась отдельно ну что ж придется запускать пробовать не думал что когда-нибудь до пятнашки дотянусь потому что опять же я от серии далек и цены на игры нынче такие что рисковать не особо хочется да с покупкой всего подряд ты проводишь определенного роду охоту перед покупкой перед тем как эти тратить пять а то и шесть тысяч до игр для той же самой четверки в наши дни ну и закончим ребят внезапно внезапно игрой из другой игровой серии это diablo для playstation 3 не знаю что для что за издание есть тут некромант или нет скорее всего это классика до того как вышло дополнение с некромантом мануал английский цветной в общем еще один височек на троечку все ничего не осталось уходи пустая коробка которая подарила мне 57 минут судя по записи в великолепных эмоций паш ну наверное все самое такое что самое искренне из меня вырывалась по пути я сказал в процессе распаковки подытоживая это все ты просто сумасшедший офигеть таких подарков я еще не получал мне очень приятно для меня это очень ценные вещи теперь отныне сегодняшнего дня особенно штуки для famicom картридж снес с дублем final fantasy 7 на 1 playstation конечно что-то придумаю мне нет смысла два экземпляра хранить но все остальное останется у меня ничего продавать там или обменивать я точно не планирую эти игры мне очень приятно иметь на полке спасибо я их переложил на другую полочку и она почти забита что-то туда еще может поместиться но тем не менее есть еще одна посылочка от зрителя канала от никиты басманова которого я уже успел упомянуть в сегодняшней распаковке никит большой тебе привет это не первая посылочка уже тебя ты там и телефончики старые подгонял и с играми на консольки помогал и сегодня ребят тут я знаю что внутри находится никита мне безусловно сказал что он отправляет вещь на самом деле очень нужная я вообще планирую рано или поздно когда-нибудь сквозь всю вот эту тип мобильная игровую тематику и тематику резидента sega saturn что чаще всего поднимается у меня на канале сквозь все вот эти желания планы и хотелочки дотянуться полноценно до такой замечательной игровой консоли как нинтендо и вы знаете историю одного нюанса с моей тушкой на которую я провода заказывал там и геймпады в течение полутора или двух лет все руки никак не доходили раздобыть периферию и у меня не было планки чтобы сенсорной планки чтобы играть в игры чтобы работал в и мол приходилось ставить две свечки и вот чтобы каждый раз этим теперь не заборачиваться у никита была такая бесхозная планочка никита спасибо тебе большое пользоваться буду с удовольствием с памятью знакомства с приятным интересным человеком спасибо большое и благодаря вот этой вещи я смогу как следует с большим комфортом заняться когда все-таки время дойдет игр до сфокусируйся черт подери вот так вот до нинтендо и ребят извиняюсь лишнюю эмоциональность это еще сверху никакая птичка известной нам породы ничего не сверлит но никита блин я так и понял что ты еще что-то положил мне что это такое это чё такое это на что арчер компетишен контроллер стерео джек это это что это на это на дженесис здесь помимо основного мега драйвовского разъема до ну а тарифского если правильно говорить это ж а тари сначала делали у себя такие подключения для геймпадов и такой джек еще имеется это что за что я не знаю что это пиши в комментариях пиши в личку рассказывай как это эксплуатировать для чего что как rapid fire цветастые кнопочки ну красивенько нажимается вроде удобно держать в руках по кайфу почти как полноценная портативка shift и так и просится потому что выемки под них как будто есть ладно ладно так положу это пока сюда вниз потому что дальше будет много таких штук чтобы было в кадре так я ничего не пропустил никита любит письма вкладывать рукописные записки я всегда с удовольствием подобные вещи читаю это очень приятно таких вещах как будто у душа ощущается потому что одно дело когда ты человеку пишешь в чате а другое дело когда ты своей рукой чернилами на бумаге что-то выводишь так green green hard bike sony ericsson это какая-то это какой-то мобильный какая-то коллаба мобильная да ну типа как это ж можно мерчом считать мобильным sony ericsson прикольно спасибо не вот за такие интересные дурацкие казалось бы кому-то мелочи я и люблю маги маги могильный гейминг да паша твоя коробка мне все шестеренки там по переворачивала в коробке мобильный гейминг чё только не придумал казалось бы дурацкая безобидная нахрен не нужная вещь но из-за того что там написано sony ericsson я все я не могу ее выбросить или будет храниться ник спасибо большое дальше ребята у меня осталось четыре коробки это уже мои собственные покупки из-за рубежа я их сейчас все одновременно открою достану изнутри все что там лежит и покажу вам в логическом порядке по нарастанию интересности так что давайте сейчас я сделаю склеечку а чё щелкать то зачем щелкал в кадре то ничего не поменялось но но говорят что любят люди когда дело туда ну сделал сделал короче я тут все распаковал все оставшиеся но сейчас лежит передо мной поэтому ребят готовьтесь я сейчас просто буду закидывать ну и еще пипец тут передо мной просто гора срать я сейчас зафоткаю я эту картинку добавлю видео в офиге тут бомжа спящего в этих коробках только не хватает как еще кошка не мешает всего лишь за 200 рублей решил взять фэйбл 2 на xbox 360 дело в том что у меня фэйбл 2 на 360 уже есть но это вроде какой-то как лимит от коллектор с эдишен у него здесь горизонтальное такое изображение на обложке диск бонусные там 2 и диск игровой я увидел что ну обычное издание лежит за 200 рублей но почему не взять игра хорошая тем более что пишут что very good condition вот сейчас и поглядим ох ты блин но тут не very good condition ладно за 200 рублей дай бог чтоб но 200 рублей не жалко даже если не заработает в принципе дисочек можно будет раздобыть в другом месте а бокс и мануал тоже в бонус диск у нас целая вот игровой чем-то даже под заляпан поцарапан но не страшно я не думаю что прям критически хотя нет в ру прямо одна такая царапочка тут прямо ощутибельное есть ладно будет значит соответствующий отзыв так как недавно на стриме с помощью не с помощью а благодаря заказу патрона кирилла скрэйба мы проходили первую лару крофт на sega saturn и я решил взять ремейк этой лары крофт том райдер я имею ввиду какая лара крофт том райдер на в виде том райдер аниверсари тем более что планочка благодаря никите басманова уже есть консоль к укомплектована вот такой дисочек мануал хотел сказать черно-белый но нет все цветное европейское издание дисочек в очень удовлетворительном состоянии коцки незначительные больше залапаны думаю протереть будет не проблема с приростью или пылью не пахнет дальше что у нас дальше вот это я неожиданно для себя вообще нашел я ни разу вообще не видел стилбуков игр для пока ребят ну тут такая игра и всего за за 6 фунтов ею что ли раздобыл в общем это стилбокс trials evolution gold edition на pc я очень люблю эту серию игр несмотря на то что на playstation у меня есть только две части я его буду открывать в любом случае это пока игра не хрен ей дорожить я покупаю игры для того чтобы смотреть трогать ознакомливаться играть по возможности тут стилбокс он в рукаве внутри что-то очень такое ништяковое есть я видел другие лоты уже с открытыми такими экземплярами там есть и картинки и диск с музыкой и и что-то еще в общем интересное издание дешево относительно силдовая почему бы нет ну и добивая тему тематических менеджментов которые мы еще открыли на прошлой распаковке решил взять для nintendo ds за им парк я не знаю чем эта версия отличается от других игр не играл естественно интересно фича с использованием второго экрана что там будет и как ну и для полного счастья получается теперь нужно раздобыть версию для сатурна не знаю нужно это или нет может сатурн есть можно если делать видос накатить на пиратку и опробовать на playstation хотелось бы конечно еще на амигу на 3do но геймплей на там игры не меняется так что не суть вот с этим в принципе готовый пак уже игрушек если вдруг я запланирую делать контент на эту тему этого уже вполне достаточно ds теперь переходим к более еще более знакомому вам тоже этой пока попса такая продолжается первый playstation гантлет legend я очень люблю эту серию игр я пробовал не играть еще самых старых версий там которые на доз выходили или я могу ошибаться в общем суть какая я играл в gauntlet на nintendo 64 на dreamcast на playstation на иксбоксе на оригинальном мы с женой прошли как seven sorrow по моему называется я говорил на одном из стримов в общем мы прошли игру за два вечера с превеликим удовольствием была версия конечно gauntlet legends без вот этих всяких классик вся вся фигня вот и стандартное издание разница была почти в 10 евро эту я взял за 5 до за 5 евро но почему я с крестя зубами все-таки взят даже не скрестя зубами а со спокойной душой потому что несмотря на то что есть носка classic внутри не как в платине то есть диск у вас не стерильно поголовно серебряный как везде есть своя вот своя атмосфера до своя печать свой рисунок свой стиль шрифт и мануал все как бы нормально та же самая игра и переплачивать 10 евро евро почему евро фунты 10 фунтов чисто за отсутствие надписи classic как-то ну я не вижу смысла тем более что на содержание это никак не повлияло в случае с платиновыми изданиями европейскими для playstation диск в изумительнейшем состоянии чуть-чуть протереть от пыли и готово за копеечки ребят за копеечки мануальчик кстати черно-белый мануальчик ну что ж поделаешь gauntlet legends великолепная игрушка графика конечно многих может испугать в наши дни но игрушка классная рекомендую в америке всего лишь за 6 долларов 6 долларов сайфон фильтр 2 один из моих любимейших экшенов на 1 playstation диски в относительно хорошем состоянии глубоких таких фатальных царапин нет есть маленькие коцки но обычные следы эксплуатации цветной мануальчик там все по оружием по героям по по уровням 2 диска тоже в относительно хорошем состоянии и все это не доходя до 500 рублей но как можно было пройдя кстати удивился что в нтс версии этой игры в таком хорошем состоянии сохранившимся стоит так дешево ну грех было не взять взял с айфон фильтр и рядышком еще увидел а вот такой вот гид с айфон фильтр 2 не хочу его сейчас доставать это конечно не силт он скрывался но с этим я ознакомлюсь чуть-чуть попозже прошлый гайд с прошлой распаковки где был крок я смотрел очень интересно досконально вообще зубодробительно прям до каждого пикселя расписано в игре что где как почему зачем и ради чего и точно того же я жду от этого гайда с айфон фильтр 2 в принципе можно теперь подумать о покупке первой части игры и гайда к первой части трешку не люблю трешку не хочу покупать ну и наконец-то я смог дотянуться такие до лицензионной копии для своей полки моего любимейшего платформера на playstation это крок legend of gobos ну вот такой вот безликий диск до серебристый единственное не хватает только надписи платином но куда деваться в другой другом виде эта игра вроде как не выходила я имею ввиду чтобы был прям но цветастый диск на 1 playstation сколько снимков я не смотрел везде этот диск именно такой игрушка классная веселая да она многое берет там из таких игр как крэш спайра тем более первая часть она достаточно слабенькая ничем таким отличительным не располагает в обойме того чем она может заинтриговать так что первая часть скорее всего взята для души но вот вторая взята уже для перепрохождение в осознанном возрасте с стремлением и целью получить огромнейший заряд ностальгии и удовольствия как это было относительно недавно года четыре назад может быть я эту игру проходил и она по-прежнему мне нравится я еще очень хотел бы первого крока раздобыть на сатурн он так точно также выходил и там в американском регионе предпочтительно европейской консоли у меня нет потому что я покупаю игры чтобы в них иметь возможность играть тить колотить ну заключение за исключением мобильного гейминга там историческая ценность да он выходил еще на пока но на пока я не вижу смысла приобретать там вообще более скромные бедные издания некрасивые ни разу не капельки ну нет смысла короче касательно крока хочется дотянуться еще до сатурн версии и что ж давайте наверное уже плавно переходить к мобильной теме потому что вот вся вот эта попса она уже закончилась мы тут собрались для огоньку для самого который в конце я на вас и вылью плавно передвигаясь к мобильной теме не могу не заметить еще одну игру для nintendo ds американского региона который я приобрел называется она air traffic chaos почему именно она году где-то в 2005 вместо своего сименса c65 первого личного телефона я некоторое время ходил sony ericsson t630 изумительнейшая полифония обалденная трубка конечно по возможностям немножко уступает 65-му сименсу но с другой стороны где-то его и перегоняет например наличие функции bluetooth именно на этом sony ericsson t630 впервые поиграл в игру air traffic java версии их есть две версии в то в 2005 я играл в самую первую самую распространенную это в дневное время суток вы играете роли менеджера диспетчера полетов не управляйте самолеты в свои стороны на свои аэродромы так чтобы они друг с другом не столкнулись игра очень медитативная на самом деле но когда вылетает много самолетов одновременно тебе прям становится азартно и интересно распределить их таким образом чтобы успеть все развернуть и они между собой не столкнулись потому что мало того тебе нужно позаботиться о том чтобы не столкнулись самолет и тебе их нужно еще направить в нужные направления иначе самолет потеряется и миссия будет провалена есть и вторая версия игры там действие проходит ночью я не знаю вторая версия официальная или нет продолжение это или чья-то модификация но не суть эта игра продолжает в прямом смысле слова идея той мобильной игры я кстати не могу сказать что-то air control java версия это первое в своем роде скорее всего она тоже черпала вдохновлялась чем-то возможно из аркадных хедов прошлого потому что там поголовно если начнешь копать то и дело будут слив всплывать проекты и какие-то аркадные игры из мохнатых времен но эта игра целиком и полностью развивая те идеи которые я увидел в тысячу пятом в той мобильной игре единственное тут вид не прям сверху и немножко изометрический и вы прям видите уже свой аэропорт уже показывает персонажей там диспетчеров стюардесс это все очень приятненько я геймплей оставлю посмотрите и это американское здание здесь картридж над надеюсь тоже всякие вкладыши мануальчик мануальчик черно-белый я не знаю заработает этот картридж и те что подарил паша на моем dslite я даже не знаю какого он мне региона будем пробовать потому что я не знаю есть там регион локи или нет я за это не вычитывал я там вообще про хиндей не шарю не секу говорить обещать ничего не могу будем пробовать в общем это интересная вещь которую я лично для себя хотел бы попробовать вот такой небольшой мостик переход к мобильному геймингу перед тем как мы будем переходить к самому сладенькому еще небольшое отступление но уже конкретно по теме я с относительно недавно зарегистрировался на аукционе мешок начал там выискивать мобильные лоты и к своему удивлению несколько таких найти удалось за сущие смешные копейки местами даже суммы не доходили до 20 рублей чтобы вы понимали ребят некоторые вещи вот как две следующие которые я вам сейчас покажу одну я купил за 15 рублей вот такая вот рекламная карточка сейчас достану из пакетика карточка с рекламой мобильных игр тут коды скриншоты куда чё отправить чтобы эту игрушку получить сзади тоже какая-то инструкция викторина с призами какие-то смски отправьте туда-то туда-то в общем но я не мог пройти мимо это обязательно нужно на моей полке прям прям вообще вопросов сомнений никаких 15 рублей отправили в обычном конверте как обычное письмо в общем отсканировать на полке держать в общий доступ выложить для таких целей взято и вот уже более интересная штукенция тоже таких никогда не видел я так понимаю подобные вещи раздавались где-то или вкладывались в журналы в центральных регионах это уже полноценная открытка driver 3 java игра тут видно вот а то ребилайн телеклик я не знаю что это такое будем гуглить что такое sorrent или sorrent я тоже не знаю ну а сзади скриншоты инструкция как закачать и перечень поддерживаемых моделей и это ребят все на русском языке это распространялась на территории нашей страны это очень круто очень интересно с точки зрения изучения истории мобильного гейминга я вот допустим дата и до этого момента как зашел в мешок с поиском даже и предположить не мог что у нас на территории мы россии тоже вот таким вот ну мерчом до относительным занимались была какая-то своя рекламная продукция потому что я считал что только в журналах кто-то что-то рекламировал писал и все подобное с гордостью идет на полочку driver 3 за 100 рублей нашел сборник с играми для iphone сборник этот чтобы не соврать за 2009 год естественно он не официальный он тут на двух двухсторонних 9 дисках в изумительнейшем состоянии продавец не обманул да потом буду вытаскивать лучше сейчас это не делает потому что поразлетается еще поцарапаю не дай бог в общем из этого нужно вытащить инфу почему потому что очень часто мне приходится искать java игры которые в hd пересдавались на iphone и до 2010 года и очень многие ipa файлы установочные для взломанных до аппаратов не удается найти на сайтах приходится где-то там отдельно рыться на торрентах на раздачах многие торренты там никто не раздает какие-то ссылки не работают веб-архив может не помогать а тут есть перечень не только программные игры я очень надеюсь что в этом перечне может попасться большое количество порядочных игрушек которых я уже ищу или возможно даже не предполагал об их существовании но они там есть это для изучения игрушки для iphone а 2009 год а вот это ребят вот это ребят уже очень интересно я так понимаю это официальные да давайте я просто покажу чё hero craft лучшие игры я не думаю что это прям пиратский какой-то выпуск потому что сзади есть вот что-то новый диск hero craft что-то много точка ру внутри сборник игр hero craft может быть они сами этим занимались тоже никогда таком не слышал field за 100 рублей всего лишь достался штука мега редкая и искал почти два года и на мешке чисто случайно зашел решил по попытать удачу проверить я и нашел продавалась она в актуальное время за 119 рублей к сожалению вам не видно будет лучшие игры для мобильных естественно сзади все написано на русском скриншоты игр ну все лда заклеена пленкой жалко все не смотришь скребя зубами конечно придется открывать смотреть что внутри как-то делать из этого материал для изучения ребят нацелена на дальнейший контент вот такая вот штука так что ж с отечественным рынком мобильным мы завершили дальше у нас идет только самое прекрасное давайте я вам сейчас покажу один дисочек это такая простенькая вещь за 120 рублей на английском ebay нашел такой сборник игр для palm us и pocket pc на windows мобайл написано что 200 плюс игр естественно понятно там стоили чем-то будут глупенькие однокнопочные аркадки но на случае если вдруг там что то есть в целом виде то есть не в виде демо версии или имеются какие-то материалы в оригинальном качестве имеют скриншоты или инструкции чего на современных сайтах достаточно сложно найти особенно если ты берешься за изучение какой-то программы или игры что-то вечно чем-то затерто записано перепакана перепукано кто-то подписывает свои ники поверх изображения и в итоге остается ну достаточно сложным найти оригинальную картинку вот ради таких целей берется подобный сборник ну и в принципе посмотреть что там за рубежом толкались наши то сборники все обосранные полубосранные мы знаем что там половина игр даже не могла запуститься на твоем устройстве потому что они либо были неправильно взломаны либо не было дополнительных файлов для запуска этих взломанных игр но интересно посмотреть что в таких сборниках предлагалось за рубежом естественно полный перечень сзади не описан сил будем скрывать не страшно не не жалеет он даже бумажечка какая-то имеется да вижу на несколько страничек как-нибудь с патронами все это потом будем открывать осматривать изучать в каком виде в конечном итоге это все дойдет как основной контент на канале пока что еще загадка посмотрим а теперь ребятки кажется я себе на полке завел новую библию и имя ей микро java game development дэвид фокс и роман верхов сек верхов сек почему именно она казалось бы я видео показывал вам толстенную книгу самоучитель как писать java игры эта книга взята совершенно иной целью у меня есть зритель зовут его эдуард после просмотром последнего видео на мобильную игровую тематику человек написал мне в личку и сказал что очень интересная щекотливая ситуация сименсом sl45 потому что везде в сети пишут что это первый телефон с поддержкой java mp3 но это утверждение хоть и верное с одной точки зрения но с другой стороны очень размытая почему объясняю дело в том что с такое утверждение сименсом может быть верно только на территории европы и тут не придерешься но в этой книге написано практически все о зарождении java игр как они распространялись и поверьте первое устройство которое здесь описано с поддержкой и подобных игр на ну на данном языке программирования далеко не сименс sl45 корни уходят далеко в другую сторону это совершенно другие устройства здесь имеется большое количество скриншотов черно-белых игр которые было бы мне очень интересно использовать своем с и по мобильным играм но до которых я не дошел не дотянулся и только с подачей зрителей я смогу углубиться в изучении этого вопроса еще больше кто желает ознакомиться с содержимым этой книги в сети можно найти электронную версию но мне важно чтобы бумаг была именно бумажная в руках потому что по-другому мне будет очень сложно это все воспринимать короче в двух словах помимо обучающей информации здесь есть еще историческая сводка и и достаточно много поэтому для меня эта книга просто вот так вот в один момент стала must have эдик если смотришь спасибо тебе большое за наводку это очень полезная инфа обещаю ознакомиться возможно сделать какой-то материал но как минимум то что я вынесу с этих страниц то что я узнаю вычитаю в любом случае отобразится на том какой контент на канале будет выходить дальше и еще во многих очень многих местах помимо того что тут может на обнаружится уникальная информация этой информации на мой взгляд стоит доверять гораздо больше чем тому что написано в интернете написано она была в начале нулевых черта где тут хрен на найдешь этот год где он указан когда напечатано ну-ка быстро не в начале не в конце что же вы делаете нельзя так копирайт 2002 года книга так что считаю имеет все основания доверять этому источнику почитаем ознакомимся потом может быть тезисно в отдельности некоторые интересные или даже шокирующие меня факты вынесу для вас в отдельном посте или видеоматериале вот такое вот издание достаточно толстая весит больше полукилограмма странички все целые будем изучать будем изучать ребят ну а у нас становится все горячее следующую игрушку я раздобыл в италии за смешные просто деньги всего лишь за три евро в силдовом состоянии супер monkey ball да этот силт он хоть и целый но он отклеен там остатками всяких наклеек это неприятно в таком виде хранить не хочется слегка тут отклеена отклеен язычок которым силд открывается но тем не менее видно что это не перепак внутри еще остался запах далекого 2004 открывать буду в любом случае игрушка хорошая буду играть на консольке ребят иногда долгие поиски вознаграждают ищущего такую игру за такие деньги не видел даже у нас на авитах на юлах где люди продают даже бывают люди которые выставляют лоты которые не шарит не не разбирается в теме какая игра сколько должна какой иметь ценник до таких низких цен но не спускались ребят в италии за 3 евро удалось раздобыть силдовую игру на engage да еще и достаточно неплохую super monkey ball engage а знали ли вы ребят что в англии продавались сборники с java играми для телефонов nokia ultimate mobile game pack здесь у нас находится 10 игр сзади описание скриншоты что здесь у нас за игры x-men 2 italian job christmas rush snow pro big bang quick draw poker through odr cash quest рулет арки types tetsu cyborg crisis как минимум как минимум четыре игры отсюда мне интересны как бы мне не хотелось все равно придется скрывать смотреть что внутри видите ценник изначально продавалась за 5 евро собственно за такую сумму мне удалось найти по счастливой случайности потому что другие рядом находящиеся экземпляры таких еще парочку штук на ebay обнаружить можно они там стоят уже от 15 и больше последний по моему который видел 18 евро был фунтов что если все евро евро в 18 фунтов тут сбоку просвечивается что видно какая-то там макулатурка есть тоже будет материал ожидайте все нужно будет досконально изучить посмотреть что и как также внизу есть перечень поддерживаемых моделей штрих-код и вот такое вот ребро интересная штучка на полочку но кроме сборников в таких 9 боксах продавались еще и отдельные экземпляры это касается по-прежнему также англии великобритания пакман намку вот такое ребрышко вот так вот сзади это как раз таки ребята те самые штуки которые видосе я изначально думал что flyer и когда на картинке натыкался в сети но нет это такая вот обложка полноценного 9 день диска так 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 что это тут я чуть не уронил но не вижу смысла от вас скрывать то что находится внутри потому что я вам на скриншотах это показывал тут почему-то диск не одевается 9 бог 9 бокс однозначно подлежит замене видимо его придавили дисочек немножко исцарапан но это не страшно нам лишь бы достать с него рекламную информацию вот так вот он как видеоролики выглядит конечно хреново что он в таком виде ехал продавец меня не предупредил либо его придавил уже сам сдэк вот ушка отвалилась которая сдерживала у нас достаточно толстый мануал и юзер мануал оказывается на скриншотах что я показывал был еще и не полный комплект мануал цветной вот так вот это все дело подожди как они я думал он прям как гармошку так разворачивается сделано все как книжечкой что тут написано чё как нет тут прям игра описана тут не просто вот он код загоняя его туда отправляя смс-ку и по ссылке скачаешь игру нет ребят тут прямо описана игра это прям действительно можно назвать мануалом а юзер мануал тогда что такое а юзер мануал это вот уже отдельная книжечка про то как игру получить куда отправить смс-ку чё как активировать куда зайти очень интересно то есть теперь мы знаем истинный ну наверно да действительно достаточно истинный полный комплект этого издания аккуратно трясти не буду pacman digital bridges digital bridges entertainment mobile entertainment play нам как classic arcade pacman в dvd боксе аккуратно ложу бокс под замену буду искать у меня там есть парочку свободных теперь а в поисках нема мобильная игра но это уже к сожалению силд открывать совсем не хочется я так понимаю внутри точно так же достаточно весовый бокс весомый там точно наверно ну посмотрим может быть откроет но не хотел не хотелось бы также загружается пометки что это digital bridges на лицевой поверхности не вижу но есть зато на ребрышке серия play тут тут уже disney mobile идет у нас кстати disney mobile я не так много игр встречал пытался гуглить другие игры но не удалось разговаривал с продавцом где она этот диск раздобыла сказала что ездила в диснейленд или или блин надо будет перечитать либо у них был магазин посвященный мерчу диснейленда и там среди всего прочего затесалась когда-то одна единственная мобильная игра которую использовать и загрузить так никогда и не получилось не удалось ну и сзади практически то же самое что у pacman а ну а внутри тоже что main скорее всего и видели уже вот в открытом пакмане вот так в поисках нема а дальше горячее ребят дальше горячее это у нас уже идет италия medial total war mobile это вот из серии как я брал эйдж of empires на прошлой распаковочке вот она вот она вот она это из той же серии гамулька спереди выглядит так разработчик глупь wireless gaming сзади также скриншоты описание и перечень поддерживая их моделей этот экземпляр и я раздобыл за 4 евро он не сил довый он уже вскрытый извините но я вам пока что не готов показать что находится внутри потому что про это будет отдельный материал отдельный видеоролик где я буду рассказывать про розничные экземпляры мобильных игр на европейском рынке так что придется немножечко подождать и не отходя далеко от кассы едем дальше спор оригинс мобильная игра италия силт не вскрывалась ассасин скрит мобильная игра силт не вскрывалась фм x3 хардкор мобильный фристайл в полном 3d в свое время очень много времени потратил когда играл и на своем телефоне у меня тогда был 76 10 по моему nokia да когда я в нее рубился но это по-моему не 3d 2d версия такая версия есть 3d что это по моему 2d но судя по скринам сзади это 2d айплей разработчик также сил не вскрывалась то есть ребят вместе с этой пятеркой раз два три 4 5 пятерка итальянских игр 9 боксах и вот этой edge of empires mobile 3 у меня теперь 6 штук я думаю над тем вскрывать это или нет очень хочется но чтобы эта история запечатанном виде все-таки у меня лежала но я еще опять же повторюсь я над этим думаю потому что делать скриншоты все это архивировать сканировать это необходимо иначе это только и останется на наших полках а люди должны о таких вещах знать и иметь возможность до них дотянуться на распаковке я доставал вот такую штучку вам показывал тоже мобильная игра в боксе очень похожим на боксы для игр engage это java игра то что внутри находится я вам опять же пока что не буду показывать это тема для отдельного ролика естественно была силдовая естественно открыл не жалею эта игра она не очень хорошая плату несмотря на то что это одна из итераций одной из старейших серий там еще она по моему наркотках было даже на фами комах но последний свой сдох издала именно на мобилках это через по моему десятилетний период паузу время кира ну чё ты врываешься опять я тут снимаю это лет через десять если не больше после последней официальной игры на какую-либо платформу в общем ситуация очень схожая с туре к нам кирюш иди спи иди сюда иди сюда да и что ребят я нашел второй такой сил за относительно небольшие деньги на ebay второй экземпляр мне естественно не нужен первый я открыл изучил что-то внутри отсканировал все дела для контента будут второй я поменялся с одним очень хорошим человеком дмитрием и стулы дмитрий тоже коллекционер собирает в основном конечно на playstation но мобильный гейминг у него тоже в сердце занимает отдельное место и ему не принципиально было какую игру я ему пришлю в таком форм-факторе лишь бы для истории у него такой один форм-фактор лежал и к большой удачи у дмитрия оказался экземпляр скейт и слэм именно по этой причине в общем-то и мне и потребовалось открыть одну из коробок преждевременно коробок преждевременно чтобы достать дубль вот этого платон отправить дмитрию а дмитрия получить уже скейт и слэм сил да опять же по-прежнему у меня дилемма вскрывать или нет я я-то знаю что внутри но вдруг там что-то что-то отличается какая-то дополнительная информация по мобильному геймингу может обнаружиться которая прям для меня на вес золота не только для меня для ребят которые увлекаются потому что но очень сложно искать достоверную именно информацию очень многого мы не знаем по той самой причине что до сих пор очень много подобных вещей стоит у людей на полках в запакованном виде и в интернете этого нет это все только по счастливой случайности можно найти обнаружить узнать услышать от людей более шаренок глубоко в теме шарящих и всем прочим в общем дима спасибо большое за обмен офигительнейший экземпляр мне действительно искренне повезло знакомством с тобой этой возможностью обмена я очень доволен тем более скейт и слэм это культовая игра которая свое время чаще всего встречалась именно на сильницах геймлофт и того получается у меня есть платон скейт и слэм в таком издании и теперь после этих коробочек посылочек у меня теперь есть еще и третий рейман как можете заметить здесь ушко прикреплено кстати очень странно некоторые экземпляры имеет ушко загнутая то есть его еще не открыли чтобы повесить на полку это вот прям это прям нули до этого никого не касался никто там свои ручки длиннющий не пускал на моем экземпляре который я открыл платун ушко в принципе не было приклеено то есть как будто они не для крючков были предназначены просто наверно лежать на на витрине или на на стеллаже на торговом здесь крючок имеется рейман 3 силд полностью со всех сторон целый запакованный ну в этом есть какая-то особенная магия ребят это мобильные java игры в кейсах очень похожих на и вечь они на самом деле отличаются нюансов много там очень интересная история с этим связано в общем что могу сказать ребят полноценный видос по мобильным играм он открыл мне большие просторы для изучения в том числе и новые знакомства с людьми которые очень глубоко в теме шарит очень интересную информацию я от них получил конечно далеко не многое могу вам рассказать но то немногое что могу это очень интересно уж поверьте и 13 джава в боксе официально силд крючок есть но он тут очень криво херовоста наклеены видно что это делалось а давайте сейчас наверное попробую отцепить его и приклеить по-людски не повредив силу это возможно потому что но я по на полочку уж не смогу их сложить в таком виде крючок вот так вот пониже наклеил чтобы было хотя бы так чтобы не торчало 13 you play геймлофт сзади тоже парочка скриншотиков шкриншотики вот вечно оговорки какие-то смешные могильный гейминг шкриншотики может быть это уже пора в сленг мой локальный на канале заводить красота вообще красный фон вообще комикс на вот эта стилистика она как-то немногим иначе выглядит на фоне других игр того же самого плату на я не люблю когда видеоиграх вот реальные фотки вставляют это на мой взгляд портит абсолютно весь шарм всю эту художественную вовлеченность происходящее другое дело вот когда что-то комиксное или ну или как брендированное и того ребят по итогу у меня теперь есть четыре игры в таком форм-факторе они очень круто смотрится со стороны то есть если мы будем смотреть на что на если мы будем смотреть вот на примере за им парк world из прошлой распаковки то вот это ребрышка где тупо белый фон и везде одинаковым шрифтом написано название игры никак не стилизовано но это скучно это прям омрачняет картину а вот здесь где все под себя подогнано ну выдержана в своей стилистике свой шрифт и там это гораздо интереснее смотрится поэтому поэтому вместе с другими мобильными играми в таких же кейсов ну в данном случае не речь это у меня теперь таким образом будет выглядеть и стоять ай 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 вот здесь с другими играми на мобилке пока что засовывать не буду когда досниму все расставлю по местам и что ж что 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 ребят у меня осталось всего одна вещь это практически самое дешевое из того что я вообще вам сегодня показал то есть если за поцарапанный фейбл 2 в классическом издании я отдал 200 рублей то за эту вещь я отдал 2 250 или 260 рублей но для меня это самая крутая штука вообще среди всего что я ждал а я по моему не говорил все эти коробочки были куплены там в течение почти пяти месяцев но четыре с половиной месяца это все скупалась ожидалось вылавливалась по относительно недорогим ценам потому что бюджета опять же не маленькие изучать и делать для вас контент хочется в общем до недавних времен я знал что существует вот да и вы тоже я делал отдельное видео мы знали о такой штуке как геймборд и gb10 я знал о некоторых официальных но киевских геймпадах геймпадов картинки которых я показывал вам видосе я не помню их точных названий но там есть как и bluetooth геймпад так и полноценный аналоговый стик похожий на нульчак нульчак откуда это еще с детства мы в детстве нульчаки говорили похоже на нульчак вимоута только для мобилок там еще разные формы фактора от китайских сторонних производителей дальше пошли геймпады для android и ios устройств ранных ранних но в моей голове то что я сейчас держу в руках вообще никак не может уложиться до сих пор я неоднократно говорил что после телефонов samsung у меня психологическая детская травма после того как у меня был x 700 модель и я не мог на него поставить ни одну игру у меня там я не знаю за год пользования две или три игры всего поставились это их можно было играть до второго или третьего уровня игра крашилась в то время как ребята друзья одноклассники пользующиеся на тот момент сименсами sony ericsson или nokia например без проблем гоняли абсолютно все игры а я вот с этим самсунгом целый год целый год рыдал страдал и все прочее так вот укладывая на фоне этого всего samsung устройства обычные телефоны не смартфоны у меня как игровые вообще не ассоциируются тем более того времени поэтому когда я нашел в сети геймпад для мобильного телефона samsung я просто охренел я не мог эту вещь не взять я ее осмотрел у нее ребята есть шифты левый и правый они так они называются обе кнопки крестовина имеется кнопка ок кнопка меню кнопки abcd опять же почему-то в настроении dreamcast как и здесь но не знаю благо они в другом порядке расположены в отличие от и gb10 чтобы как-то отличаться и в чем прикол ребят этот геймпад он строго для одной определенной модели samsung что указано здесь а 620 этот телефон на сегодняшний день очень редкий его сложно найти даже в полумертвом зомби состоянии но так чтобы она хотя бы включалась на ebay я полгода и охотился за этой моделью я находил только мертвые не включающиеся поцарапанные разбитые раздавленные с горем пополам еле-еле за 12 баксов мне удалось найти модель она полумертвая со сдохшим аккумулятором но уже заказал уже и уже едет может через месяц там через полтора будет у меня на руках смогу что-то проэкспериментировать показать и и будем пробовать я понятия не имею что там за игры где-то я даже находил сайты где написано что этот телефон на симбионе в чем я сомневаюсь потому что ну samsung и тех лет там достаточно примитивное меню выглядит ровно также практически как на samsung x100 x110 c100 c110 но кто пользовался тот понял о чем я говорю там вот именно так меню и выглядит но x300 то может быть модели x300 их x400 может быть но не позже я не думаю что под такую оболочку себе прятал свои системы пытался найти видео на ю тубе где-то чтобы кто-то этот телефон поклацал полазил по меню там повключал мелодии игры нету таких видео нету таких скриншотов этого телефона вот как будто вот их сделали там две-три тысячи штук телефон на рынке не зашел и все за него заби забыли с большим трудом нашел такие геймпады если хотите они относительно дешево сейчас лежат на американских эбэх от 10 баксов их можно найти я не знаю как мне удалось его раздобыть блин сколько за два с половиной или три доллара за него дал и 200 в общем все у меня после пашиные коробки после всего что мы здесь на распаковали после всего что я наговорил у меня голова сейчас вообще не считает ребят в общем мне он обошелся меньше чем в 300 рублей это это просто для моих увлечений но нельзя было не взять и и что хорошо а он он же в блистере я думал что мне его придется разрезать но но нет не придется потому что это очень умный очень приятный блистер который просто так вот открывается легко и точно также обратно все это можно будет поставить фух ребят я я не знаю мобильный гейминг продолжает мне срывать крышу каждый новый секрет который для себя обнаружил он все больше и больше к себе манит все больше хочется чего-то найти изучить осмотреть всем большим хочется поделиться с вами тут кстати вот я смотрю указано что победитель какого-то там чего-то кастомер лое кастомер loyalty award winner 2003 в 2003 году до симби он уже 7 существовал но блин самсунгами они по моему тогда еще не сотрудничали 2003 году но по крайней мере на европейском рынке на азиатском я еще поверю что что-то может быть такое там какие-то кому там то не выходили так что ждем телефон приедет будем тестировать в первую очередь конечно же с патронами посмотрим что у нас там получится какой-то материал из этого можно будет забахать но вот еще будет вопрос с забрасыванием игр потому что на самсунге на том насколько я знаю нет ни bluetooth аник порта и если забрасывать только через кабель а кабеля нет и чтоб его найти тоже нужно потратить будет и время и нервы и деньги и к тому же все это работать скорее всего всего будет только на windows xp а я понимаю что и мне этим уже нужно как бы заняться ноутбук лежит старенький раздобыл надо будет него купить там или создать ник или жесткий диск поменьше там для системы нескольких программ все-таки как не основная машина и вот исключительно мобильными чудесами заниматься в общем вот это хоть и что-то прекрасная ребят но это головная боль приятная головная боль такая вот распаковочка получилось надеюсь вам было не менее интересной чем прошлый раз она сегодня гораздо масштабнее гораздо более крутая к сожалению в ближайшие несколько лет если ненадолго продолжительное время это последняя такая масштабная разработка хотел сказать распаковка потому что в моей жизни в ближайшие несколько месяцев а именно в середине осени грядут кое-какие изменения естественно я об этом вам по факту расскажу но дальше кто например распаковки не любит знаете такая масштабная распаковка на канале наверно крайне не не буду говорить что последняя но крайне точно дальше будет только контент маленькими порциями гораздо меньше чем было до этого и хочу стараться гораздо чаще ребят спасибо большое всем кто смотрел спасибо большое всем кто принял участие в этой распаковке паша никита спасибо большое вам за подарки ребята смешка я не знаю как вас зовут которые прислали вот эти все маленькие чудеса вам спасибо большое за ответственную отправку кем бы вы ни были сейчас это все нужно осмотреть пооставлять отзывы у меня оставшиеся половина дня уйдет только на это я не хочу в этот раз обещать что я все отфотографирую выложу в instagram но в случае вот например с мобильными чудесами это сделать прям нужно офигеть в общем суммарно мы сегодня можем забить один вот такой вот отсек эдик тоже еще раз эдику спасибо большое за наводку на эту чудесную книгу я кстати сначала думал когда приобретал что тут изображена лара крофт ну женщина такая да вроде с гаджетом с каким-то лезет ковыряется но нет эта девушка она совсем не похожа на лару крофт может быть как-то вдохновлялись иллюстраторы но нет к этому отношения не имеет в общем ништяки приехали работа впереди на основе этих ништяков дохренища в принципе готовлю делаю новый обзор мы где-то на середине его готовности в данный момент чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось до монтажа может быть недели две максимум и подписывайтесь на все возможные ссылки внизу ознакомливаетесь с их содержимым ставьте лайки репосты там колокольчики пережимаете если еще не за передушили задавили несу херню я устал ребят серьезно больше двух часов распаковывать к таким испытанием я не был готов паша я надолго запомню твою коробку сейчас я разгребу вот этот вот мусор который у меня тут лежит спасибо ребят всем большое спасибо увидимся в следующих видосах пока пока